Рабочий день Считает Петр Рожков, это обязательно пригодится ему и в депутатской работе. Выезжал на международное соревнование, выезжал в различные местечки Республики Беларусь, видел, как это устроено, конечно, запоминается что-то лучшее, хорошее. Ну и поэтому все это хочется нам притянуть в город, чтобы у нас город, он и так считается спортивным, но чтобы он развивался и дальше. Планы на работу в качестве депутата Новополоцкого горсовета у Петра Рожкова масштабные. Важно укрепить город в статусе спортивного, а еще больше развить инфраструктуру с приставкой спортивная. Завершить капитальный ремонт в бассейне Изумруд, после чего приступить к работам в бассейне Садко. Это лишь первые пункты из списка, что нужно сделать. Есть у депутата Рожкова и более глобальные задумки. Но самое главное, это у нас сейчас молодежь, и я считаю, что молодежь, которая у нас на данный момент, она вся находится в гаджетах, в социальных сетях, очень много проводит времени. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но современный мир, он, наверное, такой, что без этого никуда. И поэтому спорт нужно развивать, это противовес именно непосредственно сети интернет, гаджетам. Это позволит ребенку полноценно развиваться. Потому что если спросить любого, наверное, медика, да, или там человека, который знает физиологию, ну, наверное, без спорта в нашем современном мире никуда. Поэтому основной задачей, да, вот как я считаю, что это развивать именно спорт и спорт молодежи, что позволит, в принципе, чтобы наша нация была здоровая, крепкая, процветающая. Исходя из главной цели депутата Рожкова, выходят и варианты для ее реализации. Со своими идеями к Петру Александровичу сегодня приходят и коллеги-тренеры. Из озвученных инициатив строительство крытого футбольного манежа, улучшение условий для новополского волейбола, а также проведение соревнований различного уровня, начиная от городских и заканчивая международными. Ключевое здесь, считает Петр Рожков, это слаженная командная работа и упорство, чтобы, как всегда, быть быстрее, выше, сильнее.